Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью. И сегодня гость нашей студии, депутат Законодательного собрания Ямалоненецкого автономного округа Светлана Каменская. Здравствуйте, Светлана Игоревна! Здравствуйте! Ну и по традиции, да, мы с вами беседуем по мотивам прошедшего заседания Законодательного собрания Ямала. Оно было совсем недавно, и вот один из основных вопросов заседания, это было утверждение отчета об исполнении бюджета округа за 2023 год. Вот несколько слов об этом, да, что примечательного в этом бюджете. Да, мы традиционно несколько раз в год рассматриваем на расширенном заседании как принятие бюджета, так и исполнение. И была возможность, опять-таки, на расширенном заседании заслушать всех главных распорядителей бюджетных средств, посмотреть срез по исполнению всех задач, нацпроектов, госпрограмм и негосударственных программ. Что хочу сказать основное, да, радует, что, несмотря вот на такие тяжелые экономические ситуации, политические ситуации, санкции и все прочее, на Ямале вот с помощью именно выстроенной устойчивой финансовой системы и такого, знаете, наверное, бережного отношения и эффективного отношения к расходованию бюджета, исполнение бюджета только радует. Практически больше даже 100% бюджет исполнен, то есть в полном объеме, все те социальные гарантии, мы видим, которые, и меры социальной поддержки, которые на Ямале, и для участников специальной военной операции, членов их семей большая очень поддержка, и развитие здравоохранения, и вот эра ремонтов, ввода жилья, переселения, вот на все эти задачи было четкое прогнозирование бюджетных расходов и получение доходов, поэтому как раз вот позволило обеспечить вот такое планомерное, правильное исполнение бюджета. Из вот такого знаменательного, что можно было отметить, это порядка 49 миллиардов затрачено только на адресную инвестиционную программу. Мы видим, как преображаются наши города ямальские, поселения, как идет активно и ремонт, и дорог, и ввод жилья, поэтому вот на адресную инвестиционную программу такие денежные средства были заложены, они исполнены в полном объеме. Мы трижды вносили корректировки в течение года в бюджет, и, соответственно, с чем это связано, то есть, ну вот такое осторожное прогнозирование, чтобы потом не пришлось, например, там даже уменьшать там расходы, да. По итогам исполнения мы увидели, что доходную часть у нас традиционно пополняют, это налог на прибыль от организации, налог на доходы физических лиц и налог на имущество. Увидели, что тот процент, заложенный в бюджете, он освоен в полном объеме, даже чуть выше прогнозных отметок. С чем это связано? Ну, налог на прибыль, это идет, получается, от крупнейших налогоплательщиков наших. Да, это здесь связано с повышением стоимости нефти и газа, налог на доходы физических лиц, планомерное повышение заработной платы в основных отраслях экономики. Ну и по имуществу это связано с тем, что был ввод объектов основных средств, где-то переоценка, где-то изменение бухгалтерского учета определенной стандарты и нормы. То есть планомерное поступательное движение вот этой доходной части позволило реализовать в полном объеме. У нас из 22 программ негосударственных тоже, значит, все исполнено. И порядка 140 миллиардов на государственные программы. То есть здесь можно говорить об устойчивости экономики, несмотря на действительно сложные такие процессы, которые происходят в стране. И ключевые у нас, да, почти 80% от самого бюджета, это, конечно, социальная направленность, социальные льготы, гарантии. И оставшаяся часть, да, это у нас жилье традиционно, да, здравоохранение, демография национальной проекты, безопасные качественные дороги. Мы видим, какой объем работ на дорожную деятельность. И радует, что все-таки эффективно используется, не происходит срывов, каких-то там изменений. Что касается дефицита бюджета, у нас было... Да, речь шла о 12 миллиардах. Он у нас покрылся остатками с прошлого периода. То есть здесь не возникло никаких сложностей, критичностей. И как бы вот эта вся работа, она, конечно же, вот вкупе дает результат. Это как главные распорядители бюджетных средств, органы исполнительной власти, муниципалитеты. Все активно включены в работу как при формировании бюджета, так и постоянный контроль ежедневный за исполнением. Потому что хорошо, когда деньги есть, но самое главное их эффективно тратить. Поэтому радует, что наша устойчивость экономики зависит от плановости и эффективности расходования средств, а также такой скрупулезной работы по исполнению и по формированию бюджета. А вот если говорить о наполнении, там у нас не наблюдается такого тренда? У нас по-прежнему нефтегазовые доходы, они на первом месте, а вот другие отрасля экономики как-то подтягиваются? Да, у нас есть такая тенденция, конечно, основная доходная часть, основные у нас налогоплательщики – это предприятие ТЭК. Здесь, конечно, мы видим и количество работающих людей, и сами объемы, и нефтесервисные услуги. То есть основная часть, конечно же, это ТЭК. Но очень много мы видим программы поддержки инвестиций субъектов и малого и среднего предпринимательства, и различные программы, которые позволяют, и мы видим, как много у нас открывается различных организаций, которые оказывают, например, услуги населению. То есть да, это, конечно, не основная часть дохода, но заинтересованность и увеличение таких предприятий происходит. – Подрастает, да? – Да. – То есть когда-то все-таки, может, сыграют все эти меры поддержки бизнеса, когда мы, ну, скажем, ну, хотя не сравняемся, да, но вот будем где-то близко, что не только нефтью и газом будет славен Ямал. – Хорошо. Ну и также был объемный такой доклад по территориальному фонду обязательного медицинского страхования, да, там тоже были значительные суммы заложены на весь год, да, на наше здравоохранение. Вот как здесь, что происходит? – Да, традиционно мы вместе с исполнением и принятием бюджета рассматриваем и территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Здесь тоже доходы увеличивались почти на 100,7%. То есть основное поступление – это, конечно, реализация программы фонда, которая поступает из федерации. И, соответственно, в полном объеме выполнены обязательства по финансированию медицинских организаций на лечение. Очень большая работа проведена, порядка 1200, даже чуть больше высокотехнологичных операций произведено. Это тоже, ну, как бы деньги немалые. Почти 60% населения охвачено профилактическими мероприятиями. Здесь, конечно, ну, все-таки отмечали мы качество вот этих профилактических мероприятий, диспансеризации, предварительных и периодических медосмотров, что, конечно, отмечали, что необходимо все-таки обратную связь получать от жителей для того, чтобы понимать, насколько удовлетворен человек. Ну, не только от жителей, я хочу сказать. И вот от медицинских работников, проводящих диспансеризацию, к самим пациентам, которые ее прошли. Ну, то есть, вот я знаю по себе, пройдя диспансеризацию, я что-то вот, ну, мне, конечно, сказали прийти узнать результаты, да, но как-то вот хотелось бы, чтобы врачи хотя бы звонок, да, и у вас все нормально. Ну, как бы так. Да, качество все-таки и вот эта обратная связь по итогам, чтобы она не проводилась формально, да, то есть, как бы освоение денег, это понятно, но результат-то он для чего? То есть, это выявление на ранней стадии каких-то заболеваний, которых человек не подозревает, да. Здесь, конечно, очень важно. Мы отмечали как раз и Департаменту здравоохранения, и территориальному фонду как контролирующему лицу и страховым компаниям, чтобы вот это осуществление должного контроля и вот получение действительно какой-то обратной связи от населения. Насколько эта услуга, ну, вот она оправдана и все-таки нужна. Но цифры статистики, конечно, говорят о том, что большинство случаев выявления вот таких серьезных заболеваний, где необходимо человеку сразу, ну, какой-то углубленный медосмотр, да, как-то заняться лечением, оно, конечно, есть, и оно существенное. Очень много денежных средств фонда было направлено на выявление онкологических больных, и здесь, значит, тоже проводятся определенные мероприятия, дальше, опять-таки, диагностика углубленная. Поэтому здесь, как бы, вот основная часть денежных средств, это фонда территориального, она идет именно на вот лечение, на именно проведение вот этих мероприятий. Ну, и, конечно же, на повышение квалификации, повышение привлекательности для приглашения врачей в наш округ. Здесь можно сказать, что Ямал на четвертом месте по обеспечению докторами в Российской Федерации, и на втором месте по обеспечению средним медицинским персоналом. То есть, как раз мы видим, что есть результат от наших мер поддержки, есть результат от той кадровой политики, которую сейчас усиленно проводит Департамент травоохранения, и, как бы, по итогам говорит о том, что, в принципе, сейчас дефицита во врачах нету, да. Есть определенные моменты, когда люди уходят там на больничный, в отпуска, еще какие-то, но по тому количеству, которое должно быть в там муниципалитетах, оно получается нормальное, то есть здесь не возникает вот той остроты проблемы. Ну, и, конечно же, это мы видим, как у нас сейчас наполняются современным оборудованием медицинские учреждения, строятся новые объекты, ремонтируются, и это все как раз тоже заложено в фонде территориального обязательного медицинского страхования, и, как бы, мы посмотрели, что действительно все денежные средства, которые запланированы, они освоены, то есть нету никакой критичности по неосвоению каких-то, либо там нехватки денежных средств, то есть все планомерно выполнено, поэтому не может не радовать, что все-таки тоже точность прогнозирования, да, и качество именно исполнения и эффективности этих мероприятий. Ну, и еще один обширный такой доклад о молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе вы рассмотрели, то есть я так правильно понимаю, да, из повестки были внесены некие изменения в соответствии с федеральным законодательством, именно вот молодежную политику в Ямало. Да, у нас, конечно, вот посмотрели на вот этот доклад, да, мы там лидеры в Российской Федерации, ну и, конечно же, наш губернатор, он возглавляет как раз в госсовете комиссию по делам молодежи, и столько, ну вот мы такие драйверы, по сути, да, очень много и мероприятий различных для детей и молодежи проводятся, но и, конечно, серьезные меры поддержки одно жилье, чего стоят, да, молодые семьи. Мы видим, как программа реализуется, какие серьезные денежные средства заложены, и вот эта программа позволяет, конечно, в сравнении, например, там с федеральными какими-то, да, программами, как активно ее молодые семьи пользуются, соответственно, обеспечивая себя жильем и оставаясь в нашем округе. Да, есть, конечно же, над чем работать, то есть надо стремиться к тому, чтобы наши ямальские дети, то есть создавать здесь такие условия, да, отслеживать этих деток, что, в принципе, сейчас происходит, особенно успешно обучающихся, чтобы они возвращались на Ямал и, как бы, ну, комфортно проживали здесь, да, проводился опрос среди молодежи, и, знаете, порядка 80% сказали, что вот среди молодежи, что это комфортный регион, молодые люди видят в каждом своем муниципалитете рост, благосостояние даже, там, и комфортные условия, да, благодаря, там, благоустройству, комфортной городской среде, и, как бы, каждый пятый сказал о том, чтобы, вот, порекомендовал другим молодым людям приезжать на Ямал, несмотря на, там, суровые, тяжелые условия именно природные, но... Особенно это лето, да, да, вот, но, тем не менее, как бы, да, мы очень много делаем для того, чтобы молодежь все-таки приезжала, оставалась на Ямале, и вот это вот момент, когда человек едет повышать, учиться, либо повышать свою квалификацию и остается там в крупных городах, да, но, тем не менее, очень сейчас активно проводится вот эта программа по, с такому ориентированию этих студентов, да, ориентированию Ямал, да, вот, и, как бы, для того, чтобы понимать планы молодых людей и, ну, привлекательность Ямала, как бы, даже вот сейчас очень много видим различных экскурсий, да, различных программ, и, чтобы молодежь приезжала и смотрела, что у нас на Ямале происходит, как можно, там, устроиться на работу, да, получить какое-то образование, что вообще, какие условия для жизни, вот, ну, и, конечно же, вот, как раз изменение в закон о молодежной политике продиктован изменением, в том числе, и в федеральное законодательство. Наконец-таки мы вводим понятие «молодой работник», «молодой специалист». К сожалению, до этого была вот, ну, полная разница, да, неразбериха и разные вот эти вот ключевые вот эти понятия, кто во что гораздо, то есть где-то там возраста, где-то впервые ищущий, где-то не впервые ищущий, и вот сейчас внесли изменения, в том числе и в федеральное законодательство, и в наше региональное, где предусмотрели, что молодой специалист – это гражданин Российской Федерации до 35 лет, получивший образование либо профессиональное, либо другое, то есть обучившийся по определенному направлению, и впервые устраивающийся на работу по этой квалификации. Почему вот здесь важно, что именно по этой квалификации раньше невозможно было, например, в студенческом отряде человек находится, да, учится, еще образование он не закончил, не получил квалификацию, и он уже теряет возможность получения каких-то мер поддержки, потому что он уже работал, то есть приходя вновь, он не может получить эти меры поддержки, сейчас именно получившие образование и устраивающийся по данной квалификации. Поэтому вот здесь можно будет говорить о том, что молодой специалист – это вот эта категория людей. Молодой работник – здесь человек тоже гражданин Российской Федерации до 35 лет, имеющий стаж работы до 3 лет и не являющийся молодым специалистом. Тоже, значит, позволит определенным категориям как раз молодых людей получать какие-то меры поддержки от, например, региона, либо от работодателя. Соответственно, вот разграничение таких понятийных терминов, оно позволит все-таки эффективно работать с молодыми людьми, их мотивировать, помогать выстраивать им карьеру, ну и поддерживать на первых порах, то есть когда человек трудоустроен и поступательно движется по карьерной лестнице. Понятно. И уже вступило, да, в силу? Да. Уже деление такое есть. Хорошо. Ну и вот один из вопросов сегодняшнего, такое модное слово, да, иноагенты, то есть вы своим решением законодательного собрания запретили участвовать в выборах, быть депутатом, людям, те, кто признаны этими иноагентами. Вот несколько слов поподробнее, да, кто определяет, да, что это такое вообще? Это изменение, оно на основании изменений в федеральный закон произошло, то есть на уровне федерации признаны определенные моменты по иноагентам, то есть там есть порядок, когда человек признается иноагентом, и, соответственно, если признаны иноагентом, то теряет возможность участвовать в выборах, быть наблюдателем, а если же еще и замечен в каких-то там участия в организациях экстремистской либо террористической направленности, то тем более, то есть мы сейчас говорим и о депутатах, и о занятии, значит, должности губернатора, то есть здесь, ну, ключевые такие моменты, которые влияют на принятие решений, на мой взгляд, это правильно, потому что только человек, который служит своей стране, своему народу, может ответственно подходить к принятию решений. А вот в таком случае, когда человек признан иноагентом, то есть здесь никакого допуска для вот такой важной работы не может быть. То есть эти изменения, они продиктованы как раз внесением изменений в федеральное законодательство. Ясно. Ну что ж, спасибо вам, Светлана Игоревна, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо, до свидания.